Девушки отдыхают Я тут тебе свежую газетку привез И тебе не хворать, Егорыч, ответил Микола Вот спасибо, свежая пресса, это хорошо Конечно, хорошо, согласился почтальон Но на спасибо далеко не уедешь Уваж дедушку, угости четвертушечкой Ну, Егорыч, ну, старый лис С ухмылкой произнес Микола Погоди, сейчас принесу С ухмылкой произнес Микола Держи, первачок, произнес Микола Протягивая бутыль О, другое дело, обрадовался Егорыч Протягивая Миколе газеты Кстати, воскликнул Егорыч Новость, слыхал? Мост решили восстанавливать Да ты шо, удивился Микола Десять лет никому не нужен был А тут нате С чего это они решились? Так это самое, произнес Егорыч Давно ведь молва в народе ходит Что границу по реке собираются провести Вот, наверное, потому и мост Решили восстанавливать А с паромом что будет? Осторожно поинтересовался Микола Да кто его знает? Произнес Егорыч, пожимая плечами Разберут по ней переправу-то На кой черт она нужна будет Если мост построен? Ха, тоже верно С грустью в голосе согласился Микола Ну, бывай, сосед, воскликнул Егорыч Заболтался я с тобой Пора и честь знать Люди почту ждут Бывай, Егорыч Пробормотал Микола На том и распрощались Егорыч дальше поехал А Микола стал в дорогу собираться Так, ладно Пробормотал Микола Черт с ним, с мостом Есть задача поважнее В лес пора Только нужно еще одно ведро взять Чтобы за раз больше унести А еще шланг с грушей взять надобно Чтобы и сливать быстрее получалось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, с ведрами вроде разобрался Произнес Микола Остался шланг А вот и шланг Воскликнул Микола Можно в лес отправляться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ядренок Ядренок-кочерыжка Удивленно произнес Микола А куда кукурузина подевалась? Может, волки съели? А ладно, черт с ней Выругался Микола И, не теряя времени Приступил к работе Что за ежки-мошки? Произнес Микола Глядя в пустое ведро А нефть-то где? Ни единой капельки Неужто в прошлый раз Все высосал Не впрямь пусто Эх, вот тена С огорчением произнес Микола А я, дурак, размечтался Планов понастроил Собрался было Микола Обратно на хутор возвращаться Как вдруг вспомнил Что возле выхода из леса На колхозном поле Тоже есть место Где труба на поверхность выходит КОНЕЦ КОНЕЦ Вышел Микола из лесу Прямо к колхозному полю О, вот она Труба родимая Произнес Микола Надо начинать Пока никого нет КОНЕЦ Труба родимая «Ядришки-кочерыжки! Что еще за...» — выругался Микола. «Всякое в жизни видел, но чтоб вот так...» «Так!» — с неудовольствием произнес вслух Микола. «Диво, конечно, интересное, но шланг надо быстрее возвращать. Скоро рассвет, колхозники на поле вернутся. Не хотелось быть замеченным за столь сомнительным занятием». «Похоже, придется в гнездо лезть!» — пробормотал Микола. «Надо поглядеть, может, где лестница есть». «Похоже, придется в гнездо лезть!» «Надо поглядеть, может, где лестница есть». «Кто здесь?» – грозно воскликнул Микола, услыхав странные звуки из темноты. «Странно!» – подумал Микола. «Может, показалось?» «О, лестница!» – радостно произнес Микола. «В самый раз хватит, чтобы до гнезда добраться!» «Кто здесь?» «Кто здесь?» «Бороз dickens?» «Кто здесь?» «Bороз 절�ора, субтитров нишу, солнечная фантазия и золотой фай Pas» «Ах, ах, ах!» «Ах, ах, ах, ах!» «Ах, ах, ах, ах!» «Ах, ах, ах, ах!» «Ах, ах, ах, ах!» Ох ты ж, ядрена кочерыжка, поднимаясь на ноги, произнёс Микола Откуда ты такой наглый взялся? Ну ничего, мы ещё поглядим, кто кого, пробормотал Микола, мысленно угрожая птице Ай, что ты делаешь? Стой! Куда собрался? Шланг верни! Только и успел прокричать Микола вслед улетающей птице И что мне теперь без Шланга делать, подумал Микола, как вдруг посетила его мысль А что, если Айс-то обратно манком примогать? Может сработать? Айс-то обратно манком Одно радует, размышлял Микола, вспоминая, как его Айс наградил В народе говорят, что если птица справила на тебя нужду, это примет хорошее, к деньгам А денежки мне сейчас, ой, как нужны! А посему хоть и доставил Айс хлопот, но за надежду ему спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернувшись к своему перерабатывающему заводику, Микола начал подготовку к перегоду. Работа ему знакомая, поэтому он делал все быстро и ловко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этот раз перегонять нужно два ведра. Значит, и дров нужно заготовить больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернувшись к своему перерабатывающему заводику, Микола начал подготовку к перегону. Работа ему знакомая, поэтому он делал все быстро и ловко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этот раз перегонять нужно два ведра, значит и дров нужно заготовить больше. Так, одно ведро готово, пробормотал Микола. В этот раз перегонять нужно два ведра, значит и дров нужно заготовить больше. Микола. 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 Продолжение следует... Ну вот, вроде и второе ведро до самых краев, произнес Микола. Можно отправляться к куб. Продолжение следует... 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 Переправился Микола на другой берег И снова в колокол встал наярил Здоровенький былый кум, радостно произнес Микола Вот, как и договаривались, я тебе еще бензина приволок Ого, воскликнул кум, на этот раз аж два ведра Да, ответил Микола, на этот раз получилось больше, держи Это очень хорошо, больше всегда лучше, чем меньше, радостно улыбаясь, воскликнул кум Это точно, больше всегда лучше, чем меньше, произнес Микола Ты, кстати, про мост слыхал? Да, как не слыхать, вся округа только об этом и жужжит А про паром? Про паром твоя округа что-нибудь жужжит? С тревогой в голосе поинтересовался Микола Не, про паром ничего не жужжит, ответил кум Только про мост Ясно, ну что ж, бывай, кум, кивнул на прощание Микола Скоро еще бензин привезу Готовь денежки Ты что там с ухмылкой, спросил кум? Бензиновый завод себе построил? Ага, сколько там, ответил Микола Еще и скважину нефтяную в огороде у себя нашел На том и попрощались Вернувшись от кума, Микола решил несколько дней переждать Сразу не идти к трубе, дабы не привлекать к себе лишнего внимания Вдруг кто заметил его в предыдущий раз Еще чего, глядя, шум поднимут Но Микола-то может обождать А вот банк ждать не будет И на третий день Микола все же решил Как только стемнеет, отправится к трубе А дабы денек побыстрее скоротать Решил Микола сходить порыбачить Отвлечься, так сказать, немного Благо погодка как раз выдалась отличной Редактор субтитров А.Семкин